Пенсионный фонд России Амурского района подвел итоги работы за 2017 год. С какими интересными событиями и показателями фонд окончен прошедший год, нашему телеканалу рассказал начальник управления Михаил Викторович Почечуев. Единовременную выплату в размере 5000 рублей получили более 23 тысяч пенсионеров Амурского района. Это около 99% тех, кто имел на нее право. Всем получателям пенсии через кредитные организации 5000 рублей были перечислены в первые рабочие дни января 2017 года. Дополнительные мера приняты правительством Российской Федерации, чтобы выровнять, так скажем, доходы. И поэтому мы организовывали эту выплату. Не скажу, чтобы это было сложным, но это была новая практика, новый опыт. И там был отдельный график, отличные выплаты пенсии. Поэтому все прошло хорошо, все ее получили. И в январе прошлого 2017 года она оказалась, как нельзя, кстати, людям. И, кстати, многие в декабре завершившиеся годы у нас интересовали, спрашивали, а не будет ли опять этой выплаты. Ну, ее пока нет. К сожалению, нет. Пока только один год. С февраля 2017 года более 14,5 тысяч получателей страховых пенсий в Амурском районе, не осуществляющих трудовую деятельность, получила пенсию в новом размере, увеличенную почти на 5,5%. В прошлом году, если мы говорим, в 2018 году, пенсионный фонд вообще и в Хабаровском крае отметил десятилетие программы материнского капитала и первого сертификата. В феврале 2007 года в городе Хабаровске пенсионным фондом края был выдан первый сертификат на материнский капитал. Соответственно, за прошедшие 10 лет размер материнского семейного капитала с 250 тысяч увеличился до 453. И за это время более 70 тысяч жителей края, семей края, получили сертификаты на материнский капитал. И более половины от них уже полностью или частично распорядились. Если говорить о Амурском районе в цифрах, то за это время, за весь период, за 10 лет, нами выданы уже почти 4,5 тысячи сертификатов материнского капитала. И около 1700 человек, жителей района, полностью распорядились, это улучшение жилищных условий. И еще более 800 распорядились частично на улучшение жилищных условий, либо на обучение, на образование детей. Также стоит вспомнить о том, что в августе с заявлениями о перерасчете по нестраховым периодам, так называемый перерасчет за детей, в пенсионный фонд обратилось большое количество жителей. «Информация была, мягко говоря, некорректная, особенно в части сумм, которые судили неизвестные авторы этим людям. Вплоть до декабря мы работали в напряженном режиме, потому что заявлений было подано очень много, людей переходило очень много, около 4 тысяч обращений только по этому вопросу. Каждого из них, наши специалисты, проверяли, заносили, выносили периоды, выделяли из стажа периоды ухода отдельными периодами, смотрели, рассчитывали, ну и, как правило, если невыгодно, возвращали все назад, поэтому времени затрачивалось большое количество. Поэтому вот из этих почти 4 тысяч заявлений, обращений мы около 1400 перерасчетов, в принципе, сделали. Увеличения, конечно, были небольшие, в основном, от нескольких рублей до нескольких сотен рублей, но они были». Какие же статистические итоги подвел Пенсионный фонд в Амурском районе за прошедший год? Было принято 24 471 человек по всем направлениям деятельности Пенсионного фонда России. Произведено 39 выездных приемов в селах и поселках Амурского района, на которых принято 445 граждан. Назначено 1117 пенсий. Произведено 1901 перерасчет размера пенсии, в том числе 1455 – это перерасчеты по нестраховым периодам, по детям. Более 1072 неработающих пенсионеров-северян получили компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. Выдано 269 сертификатов на материнский семейный капитал. Средствами материнского семейного капитала распорядили 467 владельцев, в том числе 372 на улучшение жилищных условий, 92 на образование детей.